Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Культурная виза». С вами Наталья Китаева. Сегодня расскажу о главных театральных премьерах этого марта. Поэзия уходящего мира и русской усадьбы. Цинизм, юмор и пугающий минимализм на сцене. В Олан-Удэ с успехом прошла премьера спектакля, которую поставил режиссер из Петербурга. Театр имени Бестужева представил новое видение знаменитой пьесы Островского «Волки и овцы». Поддельные векселя, вымогательства и всевозможные аферы. В комедии Островского есть все, чтобы поставить ее как остро-современный спектакль. А новомодные писатели-бестселлеров типа «Как женить на себе мужчину» могли бы взять на заметку пару проверенных приемчиков от Глафира Алексеевны. Но петербургский постановщик Андрей Калинин не прельщается сомнительной славой новатора. Островский настолько актуален сегодня, что нет необходимости создавать новейшие сценические приемы, чтобы адаптировать его к 21 веку. На самом деле режиссер, мне кажется, над этим делом посмеялся, над всей этой историей. Но, конечно же, драма там есть. Но для меня лично это, да, все-таки это такая драма таких каких-то, не знаю, таких каких-то, не знаю, продажных людей, потерянного поколения, людей, которым не за что хвататься или единственное, за что хвататься, это какие-то такие материальные вещи. При этом декорации в духе минимализма. Режиссер четко передает настроение. Он рассекает пространство сцены на два полотна, превращая его то в холодный серый кабинет Мурзовецкой, то в светлую гостиную дома Купавиной. И получается, что «Волчье логово» отличается от балюстрады святой невинности, разве что фасоном стулев, а по существу это две стороны одной медали. Вхождение в образ далось отдельным актерам нелегко. К примеру, роль Мурзовецкой сыграл Леонид Иванов. Артур Шувалов для того, чтобы научиться профессионально стягать плеткой, прошел мастер-класс у настоящего казака. Ой, да ладно вам! Но сложнее было требование режиссера изменить тембр голоса. Я два месяца провел с пробкой во рту. Он заставлял меня ходить с пробкой во рту разговаривать. Не помогло. Особой ролью точной копии статуи Давида Микеланджело. Большую часть спектакля она угрожающе возвышается над актерами, а в финале падает, как символ того, что все меняется. И хотя пьеса написана более ста лет назад, ее никак не назовешь старомодной. Спектакль о тех самых волках, которые в любой момент могут съесть ничего не подозревающих овец. А те, кто вначале казались волками, в конце заблеяли сами. Наталья Китаева, Максим Власов, телекомпания АТВ. Осталось ли понятие рыцарства в наши дни? Как оставаться мужчиной не только в день 8 марта? Разговор на эту тему поднимает Бурятский драмтеатр в новой постановке Олега Юмова «Дон Кихот». Труппа представила необычный микс из стихов Пушкина, провокационных шуток, пародии и немного караоке. Давайте посмотрим, как это было. Символ чести и немного нелепого благородства. «Дон Кихот» давно уже перестал быть испанским. Это мировая классика. Но в основе постановки совсем не «Сервантес», а пьеса Булгакова, переведенная на бурятский. Спустя века кажется, что сама идея бескорыстного служения людям рассеялась как дым. И никто не знает, есть ли еще рыцари на земле. Но люди помнят «Дон Кихота», чье имя стало нарицательным. Если это прозаично говорить, конечно, это немножко сумасшествие. Не то, что немножко, но в принципе сумасшествие такой, блаженный человек некий, да, дерется. Но главное, что он верит в это дело. Он живет в своем фэнтезийном мире, в своем прекрасном каком-то мире. В мелицах видит чудовищ, в прохожих видит каких-то, в монахах видит каких-то злых волшебников. Рыцарь печального образа сыграл народный артист республики Баса Циденов. Это уже четвертая совместная работа с режиссером Юмовым. Говорит, перевоплощаться совсем непросто. Легкости не хватает. Прежде всего, наверное, он романтик. Может быть, в наше время романтика где-то... Я бы не сказал, что она ушла. Может быть, она временно где-то затаилась. Может быть, время человека заставляет быть более практичным, более приспособленным. Но когда, наверное, придет хорошее время, и романтика все равно проснется. Создатели сочиняют свой мир. Некую дорогу на сцене в виде барханов и дюн. Герои плутают, встречаются с разными обстоятельствами и миражами. Одна картина сменяется другой, будто сновидение. А вымышленные образы оживают. Режиссер вел в спектакль даже Дульсинею, который в пьесе и романе физически не присутствует. Ее сыграла молодая актриса Тунгалак Дашиева. Когда ты понимаешь, что нужно сыграть мечту мужчины, что это значит быть для мужчины, для героя этой пьесы, для Дон Кихота мечтой, идеалом женщины, которые воплощают в себе все. И это, знаете, это и большой ступор, на самом деле, и большой простор. Она является Дон Кихоту в платье с 10-метровым шлейфом, как раз на всю ширину сцены Бурятского театра. Впрочем, блеснуть удается не только костюмами. Сама пьеса дает простор любой, даже небольшой роли. Так, забавные лошади-осел цитируют Амар Хаяма, поют арии и танцуют современный стайл. Да, это движение просто, то есть, такое, немного понты наводит, так скажем, по-современному. То есть, такой немного понтовый, интеллигентный, где-то хочет немного повыпендриваться. Комедия неожиданно превращается в трагедию. Человечество лишается своей мечты. Игровой театр по духу – ритмичный способ существования. А тема, понятная каждому – романтик, верующий в любовь и правду. Его странцы принимают за бродяжничество, а отвагу – за безрассудство. Он живет в своем фантазийном мире. Что бывает, когда у человека отнимают мечту? Зрители узнают только в финале. Наталья Китаева, Алексей Жилин, телекомпания АТВ. Большая премьера в Улан-Удэ. Свадьбу Фигара Моцарта на сцене бурятского оперного представят в современной хореографии на русском языке в переводе Петра Чайковского. Над постановкой работают известные мастера из Мариинки и Петербургской консерватории. Подготовка уже на финишной прямой. Опера – стихи режиссера Юрия Лаптева. Да и партию Фигара он исполнял сам на сцене Мариинки не раз. Про него говорят – очень точно чувствует музыку, умело использует возможности певцов, мизансцены выстраивают аккуратно и нескучно. И все же главное – ради чего стоит идти на постановку – это зрелищность. Ведь у Лану Дэнсом покажут образцово-показательный спектакль «Праздник». Так как комических опер в сейчас репертуаре театра у нас не так много, ну, будем говорить, что вот это первое. И нам очень хочется, чтобы опера воспринималась не только как трагедийный жанр, а еще и как искрометный юмор, как жанр, который полон света, который полон надежд, и который позволит человеку, с одной стороны, может быть, посмеяться над некоторыми персонажами, а с другой стороны, заглянуть в себя и, может быть, узнать в себе тоже кого-то из действующих лиц этого спектакля. Костюмы в исторической пьесе максимально приближены к XIX веку. У нас на этот спектакль шьются костюмы где-то XVIII-XIX веков. Костюмы шьются в основном из натуральных тканей. Это натуральный бархат у нас используется. Крой также используется исторически. То есть были просмотрены какие-то источники, где все это есть. Что еще у нас? Это вот у нас один из костюмов главных героев Фигаро. Здесь идут и жилеты, и такой фрачный вариант смокинга. Всего около 80 костюмов. Для образа графини Розины выбрали необычный крой. Юбка переходит в длинный шлейф. Такие модели здесь шьют впервые. Для того, чтобы воспроизвести полную картинку исторического костюма, изначально мы создавали вот такой вот кринолин, который будет поддерживать платье, который придаст им юбке форму. И уже затем на эту форму надевается само платье. Платье тоже скроено по историческим эскизам. Во-первых, оно изготовляется таким образом. Лиф, который на основе бязи, куда вставляются косточки. Такая вот юбка. Очень пышная. И такая вот у него интересная особенность, что необычность кроя в том, что юбка переходит в лиф. В общем-то, такие вот модели мы шьем впервые. У нас была задача сделать вполне себе исторический спектакль, но при этом, чтобы это было очень красочно, ярко, чтобы это было немножко утрировано. То есть не совсем исторический, а немножко утрированный исторический костюм. Для работы над костюмами и декорациями пригласили главного художника Приморской сцены Мариинского театра Петра Окунева. Он сотрудничает с лучшими театрами по всему миру и оформил уже более 60 оперных, балетных и драматических спектаклей в России и за рубежом. Дворец Графа Альмавива, в котором происходит действие, который находится в процессе постоянной реконструкции, который постоянно меняет свою форму, который поворачивается разными сторонами, который двигается по сцене, который постоянно находится в движении, как и все персонажи спектакли. За танцевальную часть отвечает молодой питерский хореограф Антон Дорофеев, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории. У каждого персонажа своя походка, свой стиль, своя выразительность. Это очень интересно. И у Моцарта это все прописано. Это гениальный композитор. Есть вставки современные, они идут против вот этой истории. У Керубина, у Барбарины, у них есть современные такие эпизоды танцев, движений из современности. У них, может быть, даже будут и костюмы с элементами современности. А у остальных героев, у них подражание эпохи барокко, эпохи уже перехода к классицизму. Они как в контраст, потому что молодое поколение Барбарина и Керубина, они как вот помогают нам как бы приблизиться к современным людям и для них, чтобы это тоже было близко. А для как бы другого пласта классического, вот этого барочного, в контраст. Да, и мы тогда сразу... Потому что опера, сам жанр оперкомический, поэтому иногда такие вставки, они очень хорошо, очень весело и очень неожиданно дают нам вот этот комизм, подчеркивать вообще все действие. Интригой остается партия Фигара. На эту роль претендует сразу два артиста. Один из них Евгений Островский. Эта роль для него может стать настоящей сенсацией. Певец обладает красивым, насыщенным тембром и полетностью голоса, большим артистическим обаянием. Ему пророчат стопроцентное попадание в образ. А ведь театр принял перспективного артиста семь лет назад, и все эти годы Островский пел лишь в составе хора. Пришел я абсолютно случайно, на самом деле. Я человек, который не имеет как бы полноценного музыкального образования. Всю жизнь пел, еще в школе, когда учился, в поселке Селенгинский, в Кабанском районе, откуда я родом. Меня постоянно... Меня однажды заметил учитель, преподаватель музыки, и начала меня продвигать по всевозможным конкурсам, вокальным, инструментальным. Когда я ушел в армию, вот именно тогда, в первый раз, я задумался над тем, что у меня есть какой-то голос действительно вокальный. То есть, голос сломался, как получается, как у всех мужчин это происходит. Я стал запевалый там, в армейском коллективе, так скажем. Меня поставили на эту должность. И придя с армии, демобилизовавшись, моя мама однажды наткнулась на буквально объявление, на бегущую строку, что объявляется набор в коллектив хора, в наш оперный театр. Я такой говорю, мама, собственно, что вы думаете? Кому я там нужен такой необразованный? Мама сказала очень мудрую вещь. От тебя что будет, сыночка? Ну, сходи ты попробуй. Я пришел, прослушался, мне сказали, что у вас хорошие данные, мы вас берем. Ну, и так и начался мой путь в академической музыке. Актер создает образ энергичного и комичного плута, который, тем не менее, становится жертвой женской хитрости. Его фигара звучит и вызывает искреннюю симпатию. И артист признается, изображать простачка ему весело и забавно. Я и фигара, ну, крайне похожи. Такой авантюрный слегка характер, весельчак. Я тоже стараюсь всегда жить с улыбкой, наслаждаться общением с другими людьми. И мой персонаж, собственно, я думаю, тоже такого же характера, как и я, такого же склада ума даже, возможно. Какие-то решения и поступки, предпринимаемые им, в принципе, я думаю, что я поступил бы точно так же в той или иной ситуации. А вот у солиста театра, обладателя бархатного баритона, Даржо Шагдурова, за плечами музыкальное училище, десятилетний опыт работы в театре и серьезные роли в Тоске, Травиатике, Армен, Аиде и других спектаклях. Несмотря на это, артист испытывает огромное волнение. Да и стиль буфонады несколько непривычен. Голос должен быть подвижный, легкий, все нюансы исполнять там тихо, громче, там и характер. Поэтому для меня тоже сложно удается. В некоторых постановках бывает, что ходят, стоят, садятся, встают, поют как бы, ну удобно. А тут каждое движение с ритмом совпадает, речитатив, там где-то кто-то ошибся и все дальше пошло. Поэтому надо упорно, долго репетировать. Я думаю, что этот спектакль подарит очень много искрометного юмора. Этот спектакль подарит наслаждение от тех перипетий, в которые попадают наши герои. И самое главное, что он расскажет о том, что ни положение, ни власть, ни капиталы, деньги, не могут заменить счастье, не могут приобрести любви и не могут заставить человека променять свои искренние чувства на какие-либо блага или покровительства даже самых сильных мира сего. Хэппи-энд-свадьба обещает стать выдающимся, с умопомрачительными нарядами, цветными конфетти и хореографией сюрпризами, словом, дольчевита, как она есть. Посладиться музыкальным шедевром можно 5 и 6 апреля на сцене Бурятского театра оперы и балет. На этом все. Следите за новыми выпусками программы в наших группах, в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Нескучного вам, разнообразного отдыха и интересных событий. До свидания. Стиль ведущий салон «Красоты секрет». Улица Жуковского, 7, телефон 575-575. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok